Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Житие преподобного Александра, начальника обители Неусыпающих Святой преподобный отец наш Александр родился в Азии. Будучи еще в юных летах, он приходил для образования в Константинополь, где, довольно поучившись, приобрел значительные познания в науках. По достижении же зрелого возраста поступил он в военную службу и впоследствии был военачальником. Любил он на досуге от служебных дел своих читать книги Божественного Писания, потому что был добродетелен, честен, постоянен, богобоязлив и украшен целомудрием и воздержанием. Прочтя Ветхий и Новый Завет, он углубился своими мыслями в евангельские слова, сказанные причистыми христовыми устами. «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною». Размышляя об этом и твердо веруя в Слово Христово, начал он продавать свои имения, которых у него было довольно при его высоком служебном положении, и, полученное за них, раздавать нищим и бедным. А сам возымел уже непременное намерение отречься от мира и от всего мирского и быть подражателем Христу. Слышал он, что в Сирии обитают святые мужи, проводящие богоугодную жизнь в пустынных обителях, и пожелал идти туда. Сложив в себя звание военачальника и оставив своих друзей, дом и рабов, отложив всяческое попечение о житейском, пошел он в Сирию. Достигнув обители преподобного Ильи, он умолился его отца принять его в число иночествующей братьи. Будучи причтен к лику иночествующих, Четыре года прожил он в этом монастыре, ревностно исполняя все возлагаемые на него послушания и упражняясь, кроме того, в посте, денно-ночной молитве и в чтении книг. Более всего желал он проникнуть в разумение псалмов Давидовых, понять силу каждого стиха в псалмах. В случае недоумения спрашивал он опытных иноков о непонятном и усердно молился Богу да просветит его разум к пониманию божественных писаний, что и получил по благодати Святаго Духа. Так что впоследствии, при чтении Слова Божия, он уже находил полное услаждение и умиление в своем сердце. Видя, что во всех обителях братья имеют излишнее попечение о пище и одежде, он вспоминал об евангельских христовых словах, которые возбраняют излишнюю заботу о телесных нуждах и даже не велят заботиться о завтрашнем дне. Он был твердо и непоколебимо уверен, что благопромыслитель Господь, питающий птиц и одевающий траву сильную, тем более не оставит без своего попечения работающих ему людей, что силен он и пропитать, и одеть их, искали бы они прежде Царствие Божие и Правда Его. Одушевленный такими помышлениями, преподобный Александр, взяв имевшееся у него Евангелие, пришел с ним кави Ильи и сказал ему, «Отче, все ли истина, что написано в Евангелии?» Услышав такой вопрос, преподобный Илья удивился и в смущении подумал, что вопрошавший его прельщен каким-нибудь неверием от дьявола. Ничего не отвечая на вопрос, он сел и склонил главу свою, а в это время пришли к нему братья. «Братья», – сказал им преподобный Илья, – «помолимся о брате нашем Александре, увязшем во вражеские сети». И встав, сотворил молитву со слезами, а потом, обратившись к Александру, сказал ему, «Откуда пришел к тебе такой сомнительный помысл, что ты не веришь написанному в Святом Евангелии?» «Я, отче, только спрашиваю», – отвечал Александр, «все ли истина, написанная в Святом Евангелии?» «Воистину, все истина», – отвечали ему все братья, и никакого в этом не может быть сомнения. Тогда сказал им Александр, «Если все истина написанная, то почему же мы не исполняем оного?» «Невозможно немощному человеку исполнить всего», – ответили ему братья. После такого ответа Александр, воспламенившись своим духом и за ничто почитая прежнее житие свое, проведенное не в совершенном исполнении евангельских слов, вознамерился уйти в пустыню, чтоб там удобнее пожить по евангельскому слову. И спросив благословению преподобного Ильи и с любовью простившись с братьей, пошел он с упованием на Господа, ничего не имея при себе, кроме Святого Евангелия. Семь лет пробыл он в пустыне, не имея никакого попечения ни о чем земном. Как он питаем был, по благо промышлению Божию в пустыне, откроется из последующего повествования. По исполнении семилетнего пребывания в пустыне, преподобный Александр узнал, что невдалеке от места, где он находился, есть одно селение, в котором жили служившие бесам идолопоклонники. Возгоревшись ревностью по Богу, пошел он в это селение и зажег там идольский храм. Увидевши это, жители сбежались к пылавшему капищу и нашли здесь преподобного Александра. Он не отошел от зажженного им капища, но нарочито ожидал, когда стекутся сюда жители-идолопоклонники, потому что не хотел утаить от них сделанного им. Когда начали спрашивать его о зажжении храма, то он признался и сказал, что он зажег его. Услыхавшие это, бросились на него и хотели убить его, но Бог хранил раба своего. Некоторые из жителей не согласны были на убиение Александра, они не допускали устремившихся на него и настаивали, чтобы виновного в поджоге предали городскому суду. После сего, когда все успокоились от своей горячности, святой возвысил голос и сказал, «О люди, уразумейте ваше заблуждение, познайте истину, избавьте себя от вечного осуждения, я возвещаю вам Царство Небесное». И начал им, как апостол, проповедовать слово спасения. Некоторые слушали его учения, а другие не хотели внимать его словам и отвели его в городской суд. Городоначальником в том городе был тогда Равул. Он, слушая от уст преподобного преподаваемое Божье учение, долго противоречил ему, стараясь оспорить это учение от своих языческих книг и устрашал святого угрозами мучений. Наконец, убедившись, что преподобный Александр и нравом своим кроток и премудр в своих ответах, и что проповедуемое им учение непреодолимо, Равул не сделал ему никакой неприятности. Напротив, Господь так устроил, что градоначальник пригласил к себе Александра, чтобы вести с ним наедине беседу, и прежде всего спросил, «Скажи мне правду, на каком вы, христиане, основании, так презираете жизнь вашу?» На этот вопрос преподобный ответил Равулу, «Не так ты говоришь. Мы не презираем нашей жизни, но стараемся сохранить себя бессмертными вовеки. Истинная жизнь в том и заключается, чтобы жить вечно, а жить только временно – это не жизнь, а смерть. Эту временную смертную жизнь мы и презираем ради будущей вечной, бессмертной жизни». Равул, слыша это, смеялся и говорил, «Все ваши христианские басни-выдумки советую тебе полезные, принеси вместе с нами жертвы нашим богам. Они милостивы и простят тебя, что ты по неведению прогневал и оскорбил их, сжигая храм. Святой сказал, «Если действительно боги те, которых ты называешь богами, то почему при пророке Ильи не послушали жрецов своих, когда они целый день взывали к ним и не свели с неба огня на жертвы? А Илья только один и однажды помолился к нашему единому на небесах живущему Богу, и тотчас спал огонь с неба и попалил не только дрова и жертву, но и воду и камни, и самую землю». Снова рассмеялся Равул и сказал, «Если это действительно было, то и ты сделай тоже. Вот перед нами множество рогож и хвороста. Помолись своему Богу, как Илья, чтобы сошел огонь с неба и сжег это». Тогда святой Александр, вспомнив, что по евангельскому слову все возможно верующему, с твердой верой и упованием на Бога, воздевший руки свои, начал молиться. И тотчас не спал с неба огонь на рогожу и хворост, и сжег их. Равул же возвал громким голосом и сказал, «Воистину велик Бог христианский». После этого чуда градоначальник Равул целую седмицу был неразлучно со святым Александром для научения в истинных веры, а затем, по его просьбе, был просвещен святым крещением. Вместе с ним крестился и весь его город. Преподобный Александр оставался на некоторое время в городе и утверждал новокрещенных в святой вере. После же он сказал Равулу, «Если кто из вас хочет быть совершенным в жизни христианской, пусть послушает христовых слов. Спаситель говорит нам, «Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе сокровища, не оскудевающие на небесах. Ищите Царство Божие, и это все приложится вам». Равул сказал, «Я не могу быть таким совершенным христианином. Если я все раздам, то кто будет содержать мою семью? Если ты хочешь уверить меня в этом, покажи мне на деле, чтобы хоть один день мог пропитать меня и всех моих домашних без нашей об этом заботы. Не знаю, как ты сможешь это сделать, когда ты сам нищий и когда у тебя и для своего пропитания ничего нет и на один день». Святой же, имея твердое упование на Бога, решительно сказал, «Возьми домашних своих и, если хочешь, друзей своих, которых знаешь, и веди их на целый день в какую угодно далекую от людей пустыню. Буду и я с вами. Хлеба, чтоб не было ни у кого из вас, даже малого куска и никакой другой пищи. Если Бог не насытит вас, как прежде израильтян в пустыне, тогда и не будете верить моим словам». Равул согласился. Когда настало утро, он взял с собой домашних и друзей и пошел в одну непроходимую пустыню вместе с преподобным Александром, желая видеть на деле исполнение его слов. Шли целый день, и уже настал одиннадцатый час, когда они остановились на месте между двух гор, которым не было ниоткуда никакого следа. И начал святой Александр по обыкновению своему совершать вечернее пение. А Равул и его спутники, будучи уже изнуряемы голодом, спрашивали себя, что они будут есть. Когда же окончил святой молитву, то увидели они какого-то идущего к ним простого селянина, который вел за собою скот, тяжело навьюченный большими мешками, висевшими по обеим сторонам, в которых были чистые и теплые хлебы и плоды садовые и огородные. И сказал преподобный Равулу, получите эту пищу и не будьте неверны, но верны. С радостью приняли они привезенное, и Равул, удивляясь своими друзьями, сказал, откуда в этой пустыне появился человек с такой пищей? Мы, шедшие целый день, едва могли прийти сюда. Ему же следовало только в полночь выйти из дома, чтобы в этот час прийти на это место. Если же он и в полночь вышел, то почему эти хлебы и сейчас теплы, как будто сейчас вынуты из печи? Так удивляясь, спросили они пришедшего к ним, откуда и кто послал тебя сюда? Меня послал к вам мой господин, чтобы вы не были голодны, отвечал им пришедший. Когда же они хотели еще что-то сказать этому человеку, то он тотчас сделался невидим и со всеми пришедшими с ним животными, потому что это был ангел Божий в образе простого человека. Ужас объял всех, и тогда все поверили словам преподобного, а еще более словам Христовым, чтобы ни о чем не заботиться работающим Господу, но во всем полагаться на промысл Божий. Затем, поблагодарив Бога, ели и ночевали тут, а на другой день возвратились в город. После этого чуда можно было понять, чем преподобный Александр питался семь лет во время пребывания своего в пустыне, не имея никакого попечения о житейском. Этим чудом городоначальник Равул сильно укрепился и без всякого уже колебания возжелал упражняться в богомыслии. Он прежде всего отказался от своей должности, а потом начал продавать свое имение и по согласию с женой и дочерьми раздавать нищим, оставив только часть на пропитание. Жена его с дочерьми устроила монастырь и, послуживши в нем Богу всем сердцем, угодила ему. А Равул, все свое раздав и отпустив на свободу своих рабов, ушел в пустыню, из которой через несколько лет изведен был и поставлен епископом города Эдессы. Довольно лет прожил он в святительском сане и, как свет, просвещал свою паству. Но мы возвратимся к повествованию о преподобном Александре. Преподобный Александр, видя тот город, который он просветил святую верою, процветающим по благодати Господней, веселился в душе своей, но сердце влекло его опять в пустыню. Граждане желали иметь его у себя епископом и умоляли его об этом. Когда же он не согласился, и хотел тайно уйти от них, то они днем и ночью стерегли у городских ворот, чтобы не упустить своего отца и учителя. Но преподобный, как некогда апостол Павел, некоторыми из учеников своих был спущен через стену в корзине и удалился в пустыню для любезного ему безмолвия. Шел он два дня по пустыне, и на пути оказалось жилища разбойников. Разбойники взяли его и привели к своему начальнику. Преподобный же, своими боговдохновенными словами, не только укоротил свирепого и зверонравного вождя разбойнической шайки, но и довел до умиления его жестокое сердце, так что он уверовал во Христа и через несколько дней просвещен был святым крещением. Совершив над ним крещение, преподобный спросил его, «Чего просил ты у Бога мысленно перед крещением?» «Просил я», — ответил ему крещенный, «чтобы Господь по очищении грехов моих в купеле крещения скорее взял от меня душу мою». «Исполнится то, о чем ты просил», — сказал ему святой. На восьмой день, когда бывший разбойник после очищения своего в святой купеле омыл грехи еще многими слезами истинного покаяния, он приставился к Господу. Видя это, и прочие разбойники присоединились к святой вере и, приняв крещение, начали вести свою жизнь с сокрушенным покаянием. А спустя немного времени и самое жилище разбойников обращено было в монастырь, в котором подвязались разбойники, отрехшись от мира, став ревностными иноками. Преподобный несколько времени жил с ними и, учредив иноческие уставы и поставив для них опытного начальника, удалился в глубочайшую пустыню, радуясь о спасении человеческих душ. Два дня шел он и достиг Ефрата. Переправившись через реку, он нашел дерево с весьма обширным внутри дуплом и эту пустоту в дереве избрал местом для своего пребывания. В дневное время ходил он по горам и по пустынным дебрям, а на ночь приходил к месту своего обиталища. Обитал он на этом месте долгое время. По Божию внушению начали приходить к нему братья и селиться при нем, желая подражать равноангельскому житию его. Пребывание здесь преподобного продолжалось 20 лет. В это время на месте при Ефрате устроилась Великая Кеновия, в которую собралось множество братья из разных стран. Бог собрал такое стадо и вручил его доброму пастырю, преподобному Александру. Но, что удивительно, такое множество братьев при малом попечении о пище и одежде имело каждый день полное во всем довольство. И они ничего не оставляли на другой день, а раздавали все приходящим к ним нищим и странным. Промысл Божий посылал на всякий день пищу рабам своим. В этой обители в первой учрежден был новый, нигде прежде не бывший чин, не усыпающих. Преподобный Александр сначала установил, что братья ходили в церковь на словословие Божие по семи раз в сутки. Потом, обратив внимание на слова пророка «Блажен муж, который в законе Господнем поучается день и ночь», преподобный размышлял, возможно ли на самом деле исполнить человеку пророческое слово, чтобы и днем, и ночью не усыпно поучаться Божию словословию. Если бы говорил он себе, это не было возможно, то Святой Дух не изрек бы этих слов пророческими устами. И пожелал он учредить в своей кеновии такой чин, чтобы в церкви и днем, и ночью было непрестанное и неусыпное псалмопение. Если говорил он «невозможно это по немощи плоти в келии одному человеку, то возможно совершать это в церкви многим, сменяясь по часам». Так он размышлял с собою, но не решался начать такое дело без извещения от Бога. И начал усердно молить Господа, да явит ему свое откровение, угодно ли ему его намерение, и будет ли ему приятен такой чин, чтобы как ангелы на небесах, так и люди на земле, пребывающие в церкви, которая есть земное небо, днем и ночью псалмопением прославляли Бога. Об этом преподобный три года во все ночи молился, удручая себя многократным пощением. Наконец, в сердце своем он получил уверение, что такое псалмопение будет приятно Господу. Тогда преподобный приступил к учреждению желаемого и благословенного Богом чина. Он по числу часов дня и ночи разделил братью на двадцать четыре череды, чтоб всякий, зная час своей череды, явился к этому времени на место пения. Для пения назначены были Давидовы псалмы, петь их положено было по стихам на два лика, без поспешности, кроме того времени, в которое совершались обычные церковные службы. На время совершения сих служб прерываем был новоучрежденный чин псалмопения. Таким образом, в церкви Кеновии и днем, и ночью непрестанно словословили Бога, отчего и самая эта Кеновия стала именоваться «обителью неусыпающих». Установив такой чин в своей обители, преподобный размышлял, что еще потребно к Богу угождению, и решил, вразумляемый Господом, что нужно заботиться не только о своем спасении, но и о других, особенно же пребывающих в нечестии. А так как в тех странах много в то время было идолопоклонства, то и умыслил он послать некоторых из братьев с Христовой проповедью. Избрал он на это дело семьдесят самых сведущих и особо ревнующих о святой вере по числу тех христовых учеников, которых Спаситель посылал с проповедью Евангелия, и, помолившись о них, подражатель Христов Александр послал их по два в окрестные селения. Благодать Божия спаспешествовала им молитвами преподобного Отца. Не напрасны были их труды, а немногих из язычников обратили ко Христу. По исполнении двадцати лет пребывания своего при реке Ефрате, преподобный Александр, видя кеновию свою вполне благоустроенной и чин неусыпающих в ней, равно как и все уставы постнического жития утвердившимся, возвеселился духом своим и много благодарил Господа. После чего совершил он еще славное путешествие с учениками своими в Персидскую землю, где просветили они многих светом веры Христовой, а оттуда преподобный пошел в Антиохию, где устроил не только новую обитель, но и больницу и странно-приимницу, и сам со своими учениками служил немощным и странным, наделяя их всем необходимым из подаяний, получаемых от боголюбивых людей. Тогда же зависть дьявола и людей нечестивых воздвигла на обитель Александра и его братьев гонения, преподобный ушел из Антиохии в Керинфинийскую пустынную обитель, а потом отправился в Константинополь, куда бог призвал его для спасения многих. Пришедший в Константинополь поселился он при церкви святого Мина и начали собираться к нему братья. В немного лет собралось до трехсот братьев из разных народов греческого, римского и сирского. Таким образом устроилась здесь обширная обитель и в ней учрежден был чин неусыпающих. Все потребное по благопромышлению Божию доставлено было для обители. Преподобный был прозорлив, так что знал все, что делали братья и даже помыслы их. При случае наедине он обличал согрешения и отечески исправлял согрешающих. Имел он попечение о больных и для служения им приставил четверых из братьев и велел им каждый день приготовлять теплый напиток для тех, которым нужно было это в их болезнях. Случилось в один день, что служащие забыли приготовить для больных теплого напитка. Прозрев об этом и призвав одного из служащих, преподобный спросил, почему не согрели напитка. Но инок, намереваясь утаить от прозорливого отца свой поступок, сказал ему, что нет дров. Преподобный же сказал ему, почему ты утром не говорил мне о дровах? Неужели ты испытываешь меня? Впрочем, иди, согрелся уже напиток. Придя в больницу, брат в самом деле нашел котел полный и без огня кипящий и клокочущий. И удивились все этому чуду и вере преподобного. В это время церковь Христова смущаема была нестаревой ересью, и враг распространил в народе слух, что преподобный Александр еретик, потому что тогда на благочестие смотрели, как на ересь, а ересь считали благочестием, и главный еретик Несторий был патриархом. Вооружился на Александра враг и восстановил еретиков против него. И не только его самого, но и многих из братьев мучили и узами, и темницей, и побоями, но все это уготовляло преподобному преславный венец, а врагу посрамление. Когда же миновала еретическая буря, преподобный остальное время своей жизни провел в мире и, угодив Богу и приведя души многих ко спасению, отошел ко Господу в глубокой старости после пятидесяти лет иноческого подвига и с честью был погребен. Молитвами преподобного Александра Господи Иисусе Христе Боже наш помилуй нас Аминь Боже Христе Горь Господи Боже Христе Боже